Как обращались через радио тогда к народу, и то, как через СМИ обращаются сейчас. Вот вы можете сравнить и сказать, что сейчас, мягко говоря, не так? Ну что, во-первых, начну с самого простого. Сейчас дикторы говорят так быстро, чтобы освободить место для рекламы. Да? Им не важно, усвоили мы, не усвоили. Вот во время войны у нас были дикторы, это вообще были потрясающие. Понимаете, они когда говорили даже о том, что мы отступили, издали, они находили способ сказать. А это же бур-бур-бур-бур-бур-бур, а все. Ну, а кроме того, я как психолог могу вам сказать, способ передачи информации сейчас очень вредный. Почему? Вот сейчас говорят о чем-то полезном, а перебивается чем-то незначимым, потом перебивается реклама, понимаете? Вам сказали что-то важное, вы не успели зацепиться, вам говорят про спорт. Потом вы не успели понять, нужно ли вам, как вам говорят про рекламу. И вы с трудом выделяете что-то там значимое, понимаете? И вам не помогают выделить значимое, а наоборот. Ну, система массовой информации, это понятно, она специально на это устроена. И реклама также устроена. И потом к нам не обращаются, как к друзьям. К нам обращаются, ну, вот только Путин сказал, как что-то такое человеческое. Но в последнее время он так много говорит, что мы уже перестаем слушать. Ну.